Привет, ребятушки! Чудесный денёк! И я решила пойти прогуляться по близлежащему лесочку. Пока ещё красиво, пока ещё не опали все деревья. Но уже вот-вот. Боже, столько листвы! Вот оно всё усыпано листьями. Рябинушка такая красная, красивая. Долго ещё будет стоять, пока свиристели не прилетят и не склюют её всю. Какой красивый у нас здесь во дворе ковёр! Это просто что-то нереальное! Я каждый раз еду на машине и любуюсь. Каждый раз думаю, какая же красота здесь! Вот сюда листики нападали, на эти ёлочки. И вообще получились как новогодние украшения. Вот это черёмушка. Боже мой, какая вкусная! Если бы вы знали! Созревшая, спелая, сладкая, мягкая. Вот оно. Всё дерево. Можно на зиму запасаться и делать черёмушное варенье. Кстати, очень вкусное. Тоже все листики облетели, а ягодки на месте. Но, наверное, я не дотянусь, чтобы достать хотя бы одну ранетку и попробовать. Посмотрите, посмотрите, какие! Прелесть! Я уже попробовала. Вкусные, но немножечко кисловатые. Совсем капельку, самую малость. Ну, вот здесь, около школы, тоже такая красота. Красно-оранжевые кусты, желтеет дерево, тополь, наверное, и ёлка. Всё переплелось вместе и всё создаёт такую красоту. И вот это шиповник у нас. Шиповник тоже весь пожелтел. И ягодки. ой, вообще мягкие, посмотрите. Они подморожены, может быть, уже ночью были небольшие заморозки. А вот на этом кусте куча ягод. Есть я их не рискую. Если знаете, напишите мне, пожалуйста, что это может быть. Вот такой вот куст с такими яркими листьями. и вот с такими чёрными ягодками. Вот ещё здесь какое дерево. Оно всё усыпано ягодами. Всё. Смотрится это обалденно просто. Опять же, я не знаю, что это за ягоды, но они великолепны. Просто как с картинки с какой-то. посмотрите, ну не красота ли. И вот я вошла в лес. Вообще на улице не жарко, надо вам сказать. Я выходила, посмотрела на градусник, было плюс 6. И я подумала, что ещё не очень холодно. Одела кепку, но вот сейчас думаю, что можно было уже одевать шапочку и перчаточки. Поэтому придётся мне руки хранить в карманах. вот. И вот воротник я уже подняла. Можно было и шарфик приодеть. Но ничего, я сейчас буду идти быстрым шагом и надеюсь, что смогу согреться. Конечно, всё это я вам уже показывала и не один раз. И ручей вот этот. Вот он какой красивый, полноводный, потому что дожди шли. и скамеечку, и мостик. Но сейчас это всё в других красках, в осенних тонах. Поэтому смотрите, любуйтесь вместе со мной. Там старый мостик такой. И вид на осенний лес. очень много ёлок. И они, как говорится, и зимой, и летом одним цветом. Поэтому лес не выглядит уже таким мрачным. Благодаря этим ёлкам всё равно это всё смотрится красиво. А ну-ка песню нам пропой весёлый ветер, весёлый ветер, весёлый ветер. Моря и горы ты облазил все на свете, и все на свете песенки ты спел. Кто привык за поведу бороться, с нами песню пускай запоёт. Кто весёлый тот смеётся, кто хочет тот добьётся, кто ищет тот всегда найдёт. Тарарам! Кто весёлый тот смеётся, кто хочет тот добьётся, кто ищет тот всегда найдёт. Вот так весело с песнями я иду по лесу. Народа никого. За все время мне пока не попался ни один человек. Самое главное, чтобы мне не попадались лоси. Вот опять речка. Какая полноводная. Вот когда надо на байдарках сплавляться по ней. А то летом люди пытаются плыть и постоянно садятся на камни. Ох, слава богу, вот кто-то едет. Кто-то едет мне навстречу. На велосипеде, наверное, вообще холодно сейчас. Ух, ветерком. Домики. Вот какое удобное расположение домиков. Прямо с выходом к ручью. Прямо с выходом на тропу. Небо давайте вам покажу. Вот такое чудесное небо. Вот сейчас осенью, когда листья опали, и дома стало видно лучше. А то летом они прятались и никогда их было не показать. Ох, продолжаю идти. Быстрым шагом немножко разогрелось. И вот последние две речки на моем пути. И скоро-скоро совсем уже будет озеро. Вообще вся дорога занимает где-то 30 минут я засекала пешком. Если вот так вот идти, не останавливаться нигде, как я сегодня в принципе и делаю. вот еще один мостик. Вот что меня окружает. И впереди еще один мостик я вижу. И моя цель совсем-совсем близко. Вот очень красивое место. Закончились эти высоченные елки. И опять начались здесь у нас красивые желтые деревья. Черемушка в основном. Вот это вот дерево облетело, но ягодок очень много. А вот здесь еще довольно много листьев. Ну и вот я подхожу к озеру. Парковочка для машин. И тут все деревья уже стоят голые. В основном это тополя. Я так думаю. Потому что здесь очень много тополиного пуха летает в сезон. Вот оно. Мое любимое озеро. Тут фотосессия идет. Сейчас мне надо как-нибудь как-нибудь проскочить. И вот она моя любимая березка. Помните ее? Я люблю под этой березкой загорать. И внизу кусты не знаю чего. Тоже вот такие мелкие красные ягодки. На них если видите. Вот они. Стоит моя красавица. Все такое мне здесь родное. Небо такое сегодня наверное будет красивый закат. Ну и напоследок вот вам уточки. Пожалуйста. А я еще думаю ну где же утки? Почему их нет? Они вот здесь собрались все. Бедные такие головы втянули замерзли. Вернулась я домой. Давайте я вам покажу при свете как выглядит мой новый коврик. вот это вот что это такое рисунок такой что ли. Да это такой рисунок здесь попался. Вообще я сегодня решила устроить перерыв от ремонта и до того как пошла на прогулку занималась несколько часов вышивкой. Вот давайте покажу вам что у меня здесь получилось. Я как раз сегодня закончила ряд и дальше я идти не могу. Мне нужно снимать вышивку со станочка и перематывать ее. И вот сейчас хорошая возможность мне показать вам что уже получилось и на чем я закончила. Продолжаю я вышивать парковочкой. Мне этот метод очень нравится. Очень. И крестики ровнее получается. И я их не теряю. Потому что когда по цветам то там пропустишь то там особенно когда вот такая вот зашивка все цвета практически одного оттенка. А так я ничего не теряю. Вот давайте я вам на большую камеру все сейчас подробненько покажу. В принципе не так и много было спрятано. Вот сейчас я ее разложила и полностью видно что у меня есть в наличии эти заборчики очаровательные. Этот ажурный красивый а этот такой цементный мощный столик со стульями. Так приятно летний денек сесть здесь посидеть. И только что я закончила собачку. посмотрите какая получилась очаровательная. Я ее обшила задним стежком и теперь она выглядит как настоящая собачка особенно издалека. Цветы очень нравится вот этот бордюрчик мне который получается с края картины. Лес маяк лодочки но пока на самом деле не так много здесь происходит интересного потому что все самое интересное впереди и вот здесь видите уже уголочек дома виднеется я его уже не стала начинать я решила перемотать и уже потом начать его вышивать и дерево я не дошиваю потому что на оригинале сейчас я вам покажу вот это дерево ограничено рамкой а мне бы хотелось чтобы оно выходило за пределы рамки мне кажется так будет красивее и вот моя знакомая рукодельница вышивальщица из Испании Ирина Бывалина она пообещала помочь мне дорисовать это дерево и я надеюсь что получится хорошо давайте покажу вам какие получаются крестики поближе когда вышиваешь парковочкой мне кажется они особенно ровненькие такие я вышиваю конечно не настоящей парковкой а как бы такой полупарковкой где-то у меня крестики вот я где-то цепляю крестик который у меня по смыслу больше подходит чтобы потом далеко не тянуть к нему нитку но в принципе в принципе стараюсь вышивать подряд все и настоящей парковкой вышивается в одну сторону сначала полукрестики потом возвращаются все в другую я же сразу отживаю полный крестик так в два раза быстрее ну и вот на картине давайте еще посмотрим где мы так вот чтобы не отсвечивала вот она собачка вот он до домика все выжито в общем где-то ровно половина картины как раз у меня готова дальше будет еще интереснее с этой стороны на самом деле не так много деталей заборчики когда закончились у меня сплошная зелень зелень и зелень ну вот сейчас пойдет домик дорожка цветы здесь и будет немножечко повеселее вышивать но я решила сделать небольшой перерыв в этой работе и закончить вот эту маленькую работу которую я начала в Санкт-Петербурге вот такая красота картинка очень яркая сочная я как раз закончила всю нижнюю сторону все ягодки здесь готовы цветочки и теперь пойдет у меня верхняя часть вышивки давайте тоже покажу здесь как получается крестики здесь крестики абсолютно разные в одну нитку в две полукрестики смешанные цвета в общем на самом деле очень интересно вышивать я нахожу правда недочеты в схеме и исправляя их иногда триолис схалтурили в нескольких местах мне пришлось распустить поменять или где-то сразу по ходу откорректировать где-то ягодки мне показались неровные где-то цветочек недоделанный где-то листочек ну вот давайте я вам покажу один пример хотя бы вот этот листочек я переделала вот здесь я сделала такое закругление а в оригинале было вот так вот ровно как бы скошено и мне это не понравилось давайте покажу как это выглядело на схеме вот видите какой-то листик как бы обрубленный и это не очень хорошо смотрится осталось совсем немножко это вот верхняя часть вот отсюда где-то может быть работа я не знаю на 10 если каждый день вышивать ну у меня ремонт поэтому может быть на пару недель и вот такие держалочки здесь очаровательные на которых будет картина находиться она не в рамке как панно и я уже нашла для нее даже место сейчас вам покажу куда я хочу ее повесить вот здесь на моей обновленной кухне на вот этой стеночке она здесь очень очень хорошо должна сюда должна хорошо вписаться и так очень быстро я натянула здесь боковую растяжку я не делаю потому что ткань плотная и поэтому труда никакого не составила эту ткань натянуть все приступаю к новой вышивке вернее продолжаю старую вышивку посмотрим как у нас местный гармонист играет ну-ка давай-ка старую старую ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА